Этот город встречал гостей из Шотландии. Дело в том, что здесь сохранились исторические здания, построенные британскими фабрикантами МакГил. Этот факт заинтересовал их соотечественников. По приглашению местных краеведов они приехали в город Высоковск. А мы уже и там посмотрели? Нет, мы сейчас пойдем потихонечку. На земле нашего маленького Парижа гости из Глазго. Жителей крупнейшего города в Шотландии привлек наш небольшой Высоковск. Он давно вызывает у шотландцев исторический интерес. Здесь еще остались здания, построенные их соотечественниками, фабрикантами Робертом и Джейн МакГил на рубеже 19-20 веков. Лучше всего сохранился народный дом. Сейчас это городской культурно-досуговый центр. Краеведы предложили начать осмотр исторических зданий именно с него. Покажем, во-первых, народный дом, который участвовал в строительстве Джейн МакГил. Покажем народное училище, покажем фабрику, покажем вот эти общежития, где наши, где тоже все. Все это застройки шотландцев. Вот на их деньги. Вот все это мы хотят и хотят они увидеть. Имя Джейн МакГил прочно связано Высоковски с просвещением и благотворительностью. Матушка-благодетельница, так ее называли местной. Потомки МакГилов сейчас живут в Шотландии. Члены делегации с ними знакомы. И этот визит в Высоковск гости расценивают как начало дружеских связей наших городов. Мы здесь по приглашению доброжелательных жителей Высоковска. И нам, конечно же, очень приятно здесь быть. Все прекрасные здания, которые остались тут после Джейн МакГил, нам интересны. И мы восхищаемся тем, что вы сумели найти в вашем городе средства на восстановление этих прекрасных памятников старины. Гости, что называется, во все глаза рассматривали оригинальные элементы внутри зданий. Скоро их приведут в порядок. Народный дом попал в программу масштабной реконструкции. Финансирование идет из области. И вполне вероятно, что уже во время следующего визита шотландцы увидят обновленное здание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова